Всем привет! Вы на канале 18 соток. И сегодня мы с вами приготовим очень острый, очень вкусный соус тимелес. Это гаитянско-креольский соус. И для его приготовления мы используем самые острые сорта перца. Для приготовления этого соуса нам понадобится 1 чайная ложка оливкового масла, 1 маленький лук-шалот я взяла, 2-3 перца острого в данном случае. Это симпот Ренни и симпот СР Страин. Острота этих перцев от 1 миллиона до 1 миллиона 200 и 1 миллиона 300 тысяч. По шкале Сковила. Также нам понадобится половинка сладкого перца, 3 зубчика чеснока, 2 столовые ложки томатной пасты, соль по вкусу я взяла, 1 четвертую часть чайной ложки, 2 столовые ложки яблочного уксуса, сок половинки лимона и 1 стакан примерно 200 миллилитров, но там уже можно смотреть по вашему усмотрению, какой соус вы хотите, чтобы он был гуще или жиже. Вот я взяла 200 миллилитров кипяченой воды. Сладкий перец мы используем как наполнитель в этом соусе, потому что если приготовить соус только из супер острых сортов перца, то можно получить ожоги пищевода, но вообще это очень как бы для желудка неприятно, поэтому это как наполнитель и как дает дополнительный аромат, точно так же, как и лимон. Все продукты для приготовления соуса уже подготовлены, осталось только подготовить острый перец. Сейчас я удалю из него семена, потому что семечко, если попадает в пищевод, нужно получить сильнейший ожог. Произвольно нарежем сладкий перец. Не имеет значения, какой величины будут кусочки, нам главное его измельчить. Так же нарежем лук. Тоже произвольно. Так же измельчаем произвольно чеснок. И перец острый. Опять же повторяю, что лучше это все делать в перчатках, а перец довольно острый. Вот все ингредиенты мы нарезали. Сейчас приступим к следующему этапу приготовления. Хочу открыть вам маленький секрет. Прежде чем приступать к нарезке и вообще к обработке острого перца, хоть в перчатках будете работать, хоть без, желательно руки смазать растительным маслом. И тогда капсайцин будет растворяться не в подкожном жире, а в этом растительном масле. И потом легко после приготовления вымыть руки, и никакого эффекта жжения на руках не будет. Выдавим сок из половинки лимона. На газ ставим кастрюлю. Кастрюлю желательно взять с толстым дном. Наливаем сюда наше масло. Разогреваем его. И добавляем перец и лук. Таким образом тушим перец с луком около 5 минут. Перец добавляем и сладкий, и острый. Одновременно с луком. Засекаем время и тушим так 5 минут, как я сказала. При приготовлении соуса желательно открыть все окна, чтобы помещение проветривалось. Потому что идет нереальное испарение. Капсайцина. Дышать нечем. Нос режет. Глаза слезятся. Прошло 5 минут. Добавляем чеснок. И кушаем еще 1 минуту. Прошла 1 минута с того времени, как мы добавили чеснок. Теперь добавляем все остальные ингредиенты. 200 миллилитров воды. Четвертую часть чайной ложки соли. Сок половины лимона. И 2 столовые ложки уксуса. Уксус лучше брать хороший, качественный. Это очень отображается на вкусе соуса. Добавляем 2 столовые ложки томатной пасты. Размешиваем. Доводим на большом огне до кипения. Потом огонь убавляем. И тушим 20 минут. Прошло 20 минут. Выключаем огонь. И даем нашему соусу остыть. Потом мы его будем измельчать в блендере. Еще, наверное, забыла сказать, что готовить его надо под закрытой крышкой. Потому что испарение капсаицина невероятное. Все наши домочадцы сбежали, кто погулять, кто на лестничную площадку. Выбежали соседи, спросили, что мы за зелье готовим здесь. Режет глаза, дышать нечем. Вот такой вот остроты соус наш. Даем остыть нашей приготовленной смеси. И сейчас будем перемалывать ее в блендере. Остывшую смесь загружаем в блендер. Теперь смесь измельчаем до однородной массы. Вот такой вот соус получился однородной массы. Аромат на кухне стоит невероятный. Хочется намазать на хлеб и съесть его весь сразу. Очень вкусно пахнет. Этот соус вы можете использовать как самостоятельный соус. А также можете использовать как концентрат. И разбавлять ним менее острые соусы. Это будет очень-очень вкусно. Соус такой хранится 3-4 месяца. Может и 5 в холодильнике. И будет вас радовать своим вкусом. Очень вкусный. Всем советую этот соус. Теперь остается разлить наш соус по емкостям. В которой он будет храниться. Так что готовьте такой соус. Порадуйте себя приятным острым вкусом этого соуса. Из данного количества продуктов получилось 200 мл соуса. Очень вкусного. Очень острого. Заходите на наш канал. И мы будем знакомить вас с новыми, интересными и очень вкусными соусами. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok